В Твери жильцы дома, которые являются объектом культурного наследия, погрязли в коммунальных проблемах. Здание, возведенное в начале прошлого века, регулярно подвергается затоплению, из-за чего в подвале трехэтажки постоянно стоит вода, а жители вынуждены бороться с сыростью и плесенью в квартирах. Коммунальные службы, исправляя ситуацию, не торопятся. Обитатели дома на Петербургском шоссе пытаются решить проблему, по сути, в одиночку. Подробности в материале нашего корреспондента. Вот такая вода. И она прибывает уже ступеньки. С недавних пор пенсионерка Галина Власова в подвал своего дома спускается только в резиновых сапогах. Как рассказывает женщина, вот уже почти месяц в подвальном помещении дома номер 4 по Петербургскому шоссе стоит вода. По словам жильцов, причина коммунального бедствия кроется в неблагополучном соседе и их трехэтажке. Речь идет о старой химбазе. В начале октября в заброшенных корпусах несколько раз вспыхивал пожар. Получилось так, что горел один объект, а тонул одновременно с этим другой. 10 октября был страшный пожар. Страшный просто вообще пожар. Лили воду тоннами здесь. Весь двор был залит, невозможно было вообще пройти. От того, что воде некуда уйти, и колодцы дренажные все забиты, вода ушла к нам в подвал. И подобная ситуация, рассказывают горожане, повторяется регулярно. Пожары на бывшей химбазе вспыхивают завидным постоянством. И вся вода, которую используют пожарные в ходе тушения объекта, оказывается в подвале дома номер 4. Отсюда, говорят жильцы, сырость в квартирах, плесень, разрушение деревянных перекрытий. Подобного, уверены обитатели дома, не произошло бы, если бы должным образом работали дренажные колодцы. Однако на протяжении последних нескольких лет они забиты плотным слоем песка и грязи. А ну и раньше вода приходила с базы, когда у них были прорывы, было все то же самое. Они не чистили эти колодцы. И они так и остались засоренными. И чистить их никто не хочет. Прочистки колодцев от коммунальных служб жильцы трехэтажки добиваются уже долгое время. Старшая по дому Галина Власова на встречу со съемочной группой нашего телеканала пришла с тяжелым портфелем. В нем, говорит пенсионерка, многочисленное обращение в администрацию Твери и Заволжского района, Государственную жилищную инспекцию Тверской области и, конечно, в свою управляющую компанию. Дом номер 4 на Петербургском шоссе обслуживает УК «Уютный дом». В организации нам пояснили, что еще 23 октября направили обращение в Твереводоканал с просьбой прочистить колодцы. Однако там, по словам представителей управляющей компании, их перенаправили в МУПЖЕК. Дальнейший разговор с коммунальщиками развивался следующим образом. Некий Галкин Антон Владимирович, он начальник инженерных сетей МУПЖЕКа, говорит, эти колодцы не входят, не в чудо быть. Бесхозные колодцы, непонятно, к кому принадлежат, мы тоже откачивать не будем. Один барин, другим баринам не может порешать, или это колодцы, а там. Ситуация с домом номер 4 по Петербургскому шоссе действительно непростая. Как поясняет искусствовед Александр Смирнова, здание входит в комплекс так называемых винных складов, рубежа 19-20 веков, который является объектом культурного наследия. А значит, и работа с ним должна вестись по-особому, в том числе с привлечением специалистов главного управления по охране объектов культурного наследия Тверской области. Я думаю, там же сам управляющий компанию надо обратиться к главному управлению, в описании проблемы, потому что не по их вене, собственно говоря, там залит подвалы, и объектом культурного наследия может быть несет очень большой урон, потому что, конечно, все, что связано с водой, сильно разрушает памятники, и это большая такая проблема. Поэтому, я думаю, следует справиться в органах, который решит, видимо, этот вопрос по-своему, сделать предписание тем, кто виновен. Кто виновен в том, что в Твери объекту культурного наследия наносится серьезный ущерб, по всей видимости, предстоит разбираться, в том числе и региональной прокуратуре. В настоящее время жильцы дома номер 4 готовят обращение в надзорный орган. Наш телеканал со своей стороны направил официальный запрос в администрацию Твери с просьбой прояснить ситуацию вокруг трехэтажки. Дать официальный ответ к выходу этого материала в эфир представители городадминистрации не смогли. Вместе с тем, по имеющейся в распоряжении нашей редакции информации, в четверг, 5 ноября, объект посетит комиссия, в которую войдут представители администрации Твери и Заволжского района, департамента ЖКХ и сотрудники управляющей компании. Также Тверской проспект направил официальный запрос в Главное управление по охране объектов культурного наследия Тверской области, в котором попросил прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг многострадального дома. Мы продолжим следить за развитием событий и расскажем вам, какие ответы получили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова